Попрошу на связь. Секретом небольшим. Поделюсь с вами этим секретом. Прежде чем мы это сделаем, хотелось бы немножко получше с вами познакомиться. Напишите, пожалуйста, в чате, кто вы. Может быть, вы библиотекарь или учителя школы или преподаватель в УЗИ. Я знаю, что большинство здесь из сферы образования, но, может быть, еще из каких-то сфер тоже. Тем временем я немножко расскажу про себя. В клубе игрификаторов WeFood2 мы занимаемся игрификацией, разработкой проектов, превращаем в скучные проекты, скучную деятельность или сложную в что-то более увлекательное для разных компаний, сотрудничаем с разными ВУЗами в том числе. У нас вышла книга, которая стала не только бестселлием, но и пошла в топ-10 лучших книг по между бизнесу. В конкурсе от PricewaterhouseCoopers он называется «Грификация в бизнесе и жизнь. Прорати рутину в игру». Очень много примеров из сферы образования там тоже. Ну и наш курс дважды стал высшим курсом в России по мнению эксперта Дэд Кранч. Про него как раз сегодня будем рассказывать. Для начала, может быть, вдруг кто-то не знает, курс наш в формате MOOC. И что такое MOOC? Собственно говоря, это массовые открытые онлайн-курсы. В каждой MOOC может быть очень много вопросов, что такое массовые, что такие открытые, что значит онлайн даже. Такие вопросы задаются. У нас, собственно говоря, это был курс именно более тысячи человек. То есть у нас каждый раз записывается тысячи по четыре, по пять вот так на наш курс. Открытый, значит, полностью бесплатный. Также у него нет никакого входного экзамена. Онлайн он, значит, не конкретно наш, был асинхронный. То есть люди могли проходить все занятия в любое время, когда им удобно. Ну, кроме дедлайна, конечно, дедлайны были. Но не было такого, кого у нас сейчас с вами, что вы должны прийти к определенному времени и в основном у нас вебинар. Там могли проходить курс в любое время, когда им удобно. И за что обычно ругают такие курсы? На самом деле большинство из вас, скорее всего, знает ответ. Ответ очень простой за то, что очень мало людей доходит до конца. То есть заходят тысячи, на выходе, как правило, процента четыре. Да, людей доходят до конца. Нам удалось эту планку сильно повысить в несколько раз. Благодаря чему? Как мы этого достигли? В основном благодаря той самой графикации, которую мы и преподаем. То есть мы в нашем курсе применяли все те методы, о которых рассказываем внутри курса. И сейчас просто, чтобы немножко ввести вас в что-то такое графикация, потому что, может быть, кто-то знает, может быть, кто-то имеет какие-то небольшие знания, может быть, кто-то думает, что графикация – это одно, но мы сейчас немножко синхронизируемся, что именно мы имеем в виду под графикацией. Вот мы рассказывали про графикацию в очень большом количестве очень разных людей. И сейчас парочку вопросов хочу тоже, чтобы вы отвечали в чате. Как вы думаете, кто из всех, кому вы рассказывали, быстрее всего понял концепцию графикации? Напишите, как вы думаете. Вот из этих всех разных сфер, какие люди школьники лучше всего? Дети, преподаватели вуза, школьники, преподаватели. Школьники, да, все видимо из сферы образования, наверное, естественно. Так, маркетинг, школьники, преподаватели, студенты. Ну, на самом деле, ответ первый был дан сразу же верный. Действительно, дети просто на лету схватывают, чтобы под графикацией, потому что для детей, естественно, превращать любой процесс в игру. Если им скучно идти из пункта А в пункт Б, они превратятся в какой-нибудь привлекательный квест. Скучно собирать игрушки, они превратят это, может быть, в какой-то свой собственный мир, где игрушки, это особые ресурсы, которые нужно собрать. Они превратят в игру все, что угодно. Это, естественно, умение человека. Просто в какой-то момент некоторые из нас разучиваются это делать, и потом приходится учиться заново. А как вы думаете, кому было сложнее всего? Вот из тех же самых людей, кому было сложнее всего понять, что такое графикация, чем она отличается? Чиновники. Еще время, чиновники, чиновники, пишут чиновники. Так, владельцем бизнеса, жилым преподавателем. Ну, на самом деле, сразу скажу, чиновники тоже разобрались через какое-то время. Преподаватели вуза, преподаватели. Так, вот пошли ответы, которые, к сожалению, немножко больше близки к истине, потому что сложнее всего, конечно, тем, кто уже думает, что он очень много знает. Да, если у него стакан полный, то тяжело понять что-то новое. И зачастую, к сожалению, бывает это действительно среди преподавателей. Если вдруг у вас уже очень большое знание по поводу игры, графикации, мотивации, сейчас буквально на время этого вебинара я попрошу немножко опустошить стакан, чтобы можно было получше его наполнить чем-то новым. Ну, и для того, чтобы избавиться от такого заблуждения, как то, что игры это для только определенной категории людей, как вы думаете, кто такой зрелистатистический геймер? Да, скажите, мужчина это или женщина? Какой возраст? Вот, например, если вы думаете, что это мальчик до 20 лет, напишите м до 20, если это девочка, напишите девочка до 20 или девочка 40 лет или еще что-нибудь такое, пишите, как вы думаете. Вот, так, у нас пошли ответы, мужчина до 30, мужчина до 30, мужчина до 40, женщина до 50, мужчина до 50, так, например, такие ответы. Как мы представляем себе геймера обычно? Ну, как-то вот так, да? Человек такой вот, ну, обычно парень, может быть, постарше, да, вот иногда вот так представляет. Ну, на самом деле есть геймеры и вот такие. Достаточно известная бабушка русская, которая заедут геймеры, и за нее были сняты несколько сюжетов. И теперь, чтобы вспомнить, какой может быть ответ на этот вопрос на самом деле, да, кто такой геймер? Человек, который понимает игровые термины, который по несколько часов в мидерах проводит, в различных играх, попробуйте вспомнить, как вы когда-нибудь, может, спускались в метро или еще в какой-то транспорт, и случайно заглянули с соседем в смартфон, увидели вот такую картинку, большую долю вероятности, да? А потом подумайте, представьте, что это за человек, у которого вот в смартфоне вот это. Как правило, это на самом деле женщина, примерно вот такого возраста действительно в районе 35, наверное, лет. И что значит среднестатистический, как вот правильно пишут, вещь идет о среднестатистическом. Это не значит, что это единственные те люди, которые играют. Играют все, это мало, это велико, буквально бывает, и ребенок еще борить не умеет, уже играет, да? Просто вот если в среднем собрать всех, то небольшое превалирование женщин и примерно в таком возрасте. Говорят, что на самом деле с каждым годом получается, что они все старше и старше, да? То есть играм все возрасты покорны, да? Ну, как бы в среднем вот так. И что мы видим, что действительно в нашем мире игры играют очень интересную роль сейчас, потому что у нас такой мир, когда мы одновременно можем на нескольких устройствах общаться, да? У нас постоянно состояние многозадачности, нас постоянно что-то отвлекает, ну, такие многорукие и многоногие, да? И люди думают иногда, что игры нас отвлекают от учебы, работы, от жизни, да? А вот видеть человек, который похож на бывшего президента Российской Федерации, который увлечен играть в какую-то игру. Ну, здесь вот человек вместе, похожим на Госдуму, тоже увлекательно как-то занимается чем-то, не относящимся, наверное, к прямым его обязанностям в этот момент. И, собственно говоря, многие сейчас столкнулись как раз с переходом на дистанционное образование, что и детям очень сложно на чем-то сконцентрироваться, сфокусироваться. Они бы предпочли поиграть в какую-то игру, в что-то такое увлекательное, что приносит им огромное удовольствие. И тут мы задаемся вопросом, а почему бы, собственно говоря, не перестать воспринимать игры как какой-то конкурент, да? Как будто это конкурент нашей какой-то деятельности, на которой мы хотим сфокусироваться, а попробовать воспользоваться той силой, которая в них заключена во благо. И сейчас переходим напрямую к тому вопросу, что такое графикация в нашем понимании. Представьте себе вот такую дорожку и представьте любого ребенка, который вот увидит такую дорожку. Как вы думаете, что он начнет сразу же делать? Какие варианты? Напишите тоже в чате. В принципе, и взрослые порой тоже продолжают этим заниматься. Прыгать, прыгать. Идти только по красным, прыгать в классики. Прыгать по цветным клеточкам, да. Ребенок сразу же начнет придумать какие-то свои правила, выбирать какой-то свой путь. И может быть, он будет думать, что красная – это лава, на него нельзя наступать. Или кто наступит на белое, то он выйдет замуж или еще что-нибудь такое. То есть у каждого свои правила. Ребенок придумывает игровые правила сам. Он просто превращает вот эту скучную дорожку в более интересную для себя. Играть. Он действительно начинает играть. И графикация – это примерно то же самое. Это введение каких-то игровых правил в любую деятельность. При этом должны соблюдаться три важных условия. Это фан. Английское слово, которое на русский и на другие языки не так просто перевести. Очень много всего у него исключено. Это удовольствие. Это какое-то веселье. Это кураж. По-разному переводит. То есть может быть вот именно такое наполнение. То есть если что-то скучно, то это не инверфикация. Оно должно в каком-то степени приносить фан. Но мы про фан сейчас еще немножко поговорим. Второе – это связь с реальностью. И третье – добровольность. Итак, фан. Вот вы видите такой фановый дизайн, так сказать. Для кого-то это просто ужас-ужас. Страшно им и скучно. И ни за что в такой ситуации человек не будет испытывать никакое удовольствие. Но тут важный момент. Фан, он относительно каждого человека, относительно каждого игрока, он будет разным. Есть люди, которые считают, что вот это вот прям супер увлекательный дизайн. И вот лучше бы ему ничего не придумать. Вот у меня супруг больше всего любит развлекаться в Excel, например. Для меня это достаточно скучно. Для кого-то это увлекательно. Поэтому стоит изучить такой вопрос, какие бывают типы фана. В том числе бывает именно серьезный фан или хард-фан. Когда человеку действительно интересно заниматься чем-то, что относится к реальной жизни. Это его увлекает. Когда какие-то препятствия возникают, тоже ему бывает увлекательно. Это не обязательно должны быть какие-то эльфы, орки, чтобы все вокруг рискалось и резвилось. Фан – это понятие относительное. Второе – это связь с реальностью. Важный момент. Вот когда мы говорим про эльфикацию в нашем понимании, мы сейчас будем говорить про очень конкретные вещи. Про то, что происходит, когда одновременно происходит игра и какой-то реальный процесс. Например, учеба. Вот если, например, в школе на переменке вы разрешаете детям играть в классики, в морской бой. Ну и в классике, не важно. Допустим, в морской бой или во время урока. И это никак не связано с вашим уроком. Это просто игра. Игра для развлечения, не для обучения. А если вы, допустим, эту игру совместили с таблицами Менделеева, и человек, играя в морской бой, изучает элемент таблицы Менделеева, как вот здесь у нас на примере, это уже как раз такие игрификации. То есть есть связь с реальностью. И добровольность. Вот это то, что очень часто забывают, к сожалению, особенно, допустим, в сфере HR и иногда, к сожалению, в сфере образования. Добровольность. То, что как только человек начинает заставлять играть, игровое настроение улетучивается. В никакой случае нельзя заставлять играть. Надо делать такие игры, в которые люди захотят играть. И если есть люди, которые не хотят играть в вашу игру, позвольте им делать все так, как раньше. Не заставляйте их играть в морской бой, если они и так выучат таблицу Менделеева. Может, не интересно играть в морской бой, а интересно учить таблицу Менделеева обычным способом. И, собственно говоря, графикация – это очень просто. Это когда вы делаете что-то вкусное, интересное, что-то сложное, простым и так далее. С помощью каких-то игровых правил, игровых методик. И вот тут тоже важный момент. То, что очень часто принимают под графикацией в современном мире. Особенно в каких-то статьях пишут часто, что это вот все сводится к так называемой PBL. Points, badges, leaderboards. То есть очки, бейзики и рейтинги. То, что мы в образовательной сфере тоже очень много встречаем. И как бы считать, что если вот это вот ввели, то все, уже и графикация одна. Мы считаем как? Что, в принципе, в большинстве игровых систем, эфицированных систем, все-таки эти элементы в той или иной степени присутствуют. Не обязательно совершенно, но как минимум очки, как правило, в какой-то степени встречаются. Но тут что важно понять? Вот представьте себе, что очки – это как секундная стрелочка. Она вот бежит, быстренько набирают какие-то баллы. И потом раз, минутная стрелочка – это у нас бейзики. То есть набрал определенное количество баллов, получил бейзик. И потом, если стараешься, получаешь какое-то место в рейтинге. Но тут важно помнить, что если вот слепо копировать вот эти часы, вот этот циферблат, то придется потом стрелки крутить вручную. В настоящих хороших профессиональных системах инструменты зашиты гораздо больше. Вот этот вот часовой механизм, он гораздо более интересен. Например, вот есть пирамида Кеймна-Вербаха, которая как раз рассказывает про то, какие бывают инструменты. Но тут у нас всего 30 этих игровых инструментов. И посмотрите, где находится PBL. Вот этот Points, Pages, Leaderboard, то есть самые очки, лидерборды и бейчики. Они находятся в компонентах. Это вот такие, скажем так, очень легко заменяемые инструменты, которые, можно сказать, низшего порядка. То есть вы можете любую механику через разные компоненты выразить и динамику через разные механики. И можно спокойно обойтись и без рейтинга. А то я встречалась с таким мнением, что если рейтинга нет, то это уже вообще не игра. То есть чтобы у нас не было такого непонимания, это совершенно не так. Инструментов на самом деле гораздо больше, чем в этой пирамиде. Мы используем сотни. И сейчас как раз делаем проект, где будем рассказывать про 100 игровых инструментов. И теперь возвращаемся к тому вопросу, с которым мы начали, как же сделать лучший курс. Ну, понимание того, что такое лучший курс у всех может быть разное. Вот все эти задачи, как сделать его более эффективным, как помогать людям проходить до конца, как спокусировать их внимание, мы решали с помощью игрофикации. И мы считаем, что самое важное здесь – это найти ключик, подавать ключик к мотивации разных игроков. И сейчас немножко пробежимся как раз по тем вопросам, что какая бывает мотивация, бывают разные типы мотивации. И, во-первых, начнем с того, что бывает внешне мотивация, с которой большинство из нас знакомы. Это некая морковка спереди. В совсем тяжелых случаях бывает, что и сзади. Не будем сейчас о ней говорить. Мы про наказание не будем сейчас особо останавливаться. Но скажу, что в нашем бесплатном курсе мы про это очень подробно говорим и очень рекомендуем ознакомиться, потому что есть много заблуждений про наказание, которые приводят к паутным последствиям. И сейчас поговорим про позитивную внешнюю мотивацию. Сейчас вы видите классификацию пользы и керамином, типов внешней мотивации. Обратите внимание на стрелочке. Слева желтенькая стрелочка, на ней написано стоимость. Она идет вниз. Справа эффективность синенькая, она идет вверх. И посмотрите, что это значит. Вот внизу у нас находятся призы. Вот самые такие материальные вознаграждения. Это буквально, когда вы можете пощупать что-то. Может быть, денежный эквивалент, может быть, какие-то даже сладости. Ну, как вот всякое разное бывает. Может, еще машина там, смотря какие игровые системы придумывают, очень часто конкурсы. Квартиру выиграть, машину еще что-то. Вот это вот призы, да. То есть, какие-то достаточно дорогие материальные вознаграждения, как правило. Стоимость вот среди этих всех вариантов внешней мотивации у них самая высокая. Дальше у нас идет власть, доступ, статус. Вот чем выше этот тип внешней мотивации находится, тем больше у него эффективность, при этом ниже стоимость. Как ни странно. То есть, при равной стоимости, там, за 200 рублей, если вы просто 200 рублей человеку дадите, если вы ему напишите красивый сертификат, и этот сертификат дает ему какой-то доступ к чему-то или какой-то особый статус, с большой долей вероятности, что этот сертификат ему будет более ценен, чем эти 200 рублей. Хотя, конечно, это все зависит от той ситуации, в которой находится человек. То есть, тут надо понимать, что мы сейчас говорим о людях, у которых все в целом хорошо. Опять же, графикация – это то, что применяется, когда у людей вроде все хорошо, но чего-то вот им не хватает немножко мотивации, а не когда у них все плохо, им есть нечего, и надо их заставить еще работать. Это будет неэтично. То есть, мы о таких ситуациях не говорим. В обычной ситуации выглядит все вот именно так. Но надо помнить о том, что если мы продолжим людей награждать только внешними какими-то способами, теми же самыми баллами, бейджами, какими-то призами. Вот посмотрите на этот график. У него есть такая синенькая линия, которая четкая, и потом красненькая, пунктирная. Вот в какой-то момент, если продолжать людей награждать и мотивировать только внешней мотивацией, вот именно так и произойдет с активностью и вовлечением учеников, если они будут только на внешней мотивации. В связи с тем, что внешняя мотивация для того, чтобы человек продолжал что-то делать, ее нужно все больше и больше, она изнашивается, она как бы неэффективна в долгосрочной перспективе. То есть, в какой-то момент нужно вносить реальные внутренние глубинные смыслы в игру. И тут мы уже переходим к внутренней мотивации. И внутренняя мотивация тоже есть различные типы. Есть типы единения, автономии, мастерства и высший смысл, которые, в принципе, интуитивно понятны, что есть что. И мы сейчас быстренько как раз, допустим, сделаем так. Как вы думаете, вот единение, о чем это? Просто напишите. Как вы думаете, вот какие-то синонимы, представьте, что вот, о чем единение. Командообразование, социализация. То есть, в принципе, интуитивно понятно. Команды. То есть, когда вы чувствуете себя частью какого-то общества, какого-то сообщества, какой-то команды, и все, что настроено на это, это есть инструмент, настроенный на команду. Автономия. Автономия про что? Тоже, в принципе, более-менее понятно, о чем это. Как вы думаете, какие могут быть синонимы, чем наполнена автономия, автономия как внутренне мотивации. Будели цистолпы, цели, свобода личного самоображения, независимость. Все совершенно верно, да, то есть, это как раз-таки, в некоторой степени даже может быть противоположным объединением, да, когда человек хочет какую-то индивидуальность, независимость появить, когда он выбирает свой путь, когда у него есть какие-то значимые выборы. Мастерство. О чем мастерство? Да, мастерство – это то, что чаще всего возвращается в образовательных системах такой вот внутренней мотивации, которая поддерживается этой системой. Компетенции, умения, да. На самом деле, можно выразить это как рост над собой. То есть, я сегодняшний, достижение уровня, да, это способ того, когда показать себе мастерство. Я сегодняшний лучше, чем я вчерашний, да, то есть, это совершенство не над собой. То есть, тут важно понять, что это внутренняя мотивация, это не когда мы там лучше других, а когда мы лучше, чем я. Да, чем я вчерашний. Я сегодняшний лучше, чем я вчерашний. И высший смысл. Как вы думаете, про что высший смысл? Осознанность, полезность. Да, то есть, высший смысл – это что-то, что больше, чем человек сам, да, то есть, это что-то, что призывает мы к чему-то выше, да, например, улучшить мир тем или иным способом. Каждой системе может быть свой высший смысл, более четко сформулированный конкретного в этой системе. И сейчас мы пройдемся по тому, как мы применяем вот эти вот типы внутренней мотивации внутри нашего курса. Но прежде, давайте еще один вопрос вам задам, раз у нас в основном изобразовательная сфера, люди собрались. Как вы думаете, вот в образовательной системе, классической, обычной образовательной системе, которая вот в школе, да, в УЗИ, какие типы внутренней мотивации встречаются реже, какие чаще. Я уже немножко вам дала подсказку, да, какие реже, какие чаще, да, каких не хватает больше всего. Как вы думаете? Это то, что в УЗИ, что в УЗИ, что в УЗИ, что в УЗИ, не хватает или она есть? Реже автономия, высший смысл, высший смысл, реже. Да, то есть, ну, не хватает смысла, да. Увы, зачастую людям действительно очень сильно не хватает высшего смысла, и тут как бы индивидуально каждый преподаватель может сделать что-то для своих учеников в этом плане. Вот, но в самой системе не очень это все проявлено, и, к сожалению, автономия тоже не особо-то как проявлена, хотя к этому сейчас уже все-таки есть какие-то направления идут, когда можно выбирать какие-то предметы, которым задавать зачет, например, в УЗИ, да, ну, например, в школе, как правило, есть достаточно жесткая система, когда человеку вот говорят, вот ты идешь на этот урок, ты идешь на этот урок, шаг в лево, шаг в право, расстрел, да, ты учишься по этим учебникам, а если не по этим учебникам, то никак нельзя, и так далее. То есть, все очень жестко зафиксировано в каких-то рамках. Мастерство больше всего действительно показывает человеку, что вот он вроде как растет, да, ему какие-то оценки ставят, показывают какой у него уровень, более-менее что-то такое есть, да, ну, и то тоже глубже можно копать очень сильно. И единение встречается, как правило, на переменках, да, либо если оно встречается на уроках, то зачастую очень жестко пресекается учителями, хотя сейчас, опять же, есть какие-то позитивные тенденции в области проектной работы, командной работы. По крайней мере, так хочется думать и хочется иметь на ней. Вот. Что же мы сделали в нашем онлайн-курсе? Вот, чтобы поднять этот график повыше, вначале, на самом деле, в онлайн-курсах, когда люди записываются, единственное, как они контактируют с вашей системой, как правило, это письма, да, то есть все, что вы можете сделать, это писать людям хорошие письма и показывать им в этих письмах, что все у них будет. Тут важно понимать, что у разных людей разные типы мотивации, их могут задеть на разных этапах игры. Тут есть целая система эволюции типов игроков. Игроки меняют свою мотивацию в процессе игры. И поэтому вначале важно им показать, ну, неизвестно, на каком этапе входит каждый ученик в вашу систему, показать, что все типы мотивации там будут. Рассказать, какой там выше смысл, рассказать, что у них будет мастерство, экономия, единение, и все это у них будет. Ну, и вначале тоже не забывайте про внешнюю мотивацию. Все-таки ее стоит применять для людей, у которых внутренние еще совсем-совсем нет. То есть рассказывать, что они там получат, например, сертификат, а по окончании вашего курса, может быть, это им пригодится в их жизни, они получат еще плюшки, бывает. но слишком сильно не переусердствуйте с внешней мотивацией, чтобы не перебить внутреннюю, так называемый эффект размещения внутренней мотивации на внешнюю, лучше его избегать. Что же происходит дальше, когда люди заходят уже в вашу игру, в вашу, я уже называю игрой другую систему, вашу систему, ваш курс, они начинают учиться и через какой-то в каком-то моменте у них наступает такой этап, когда им кажется, что вот я уже вроде что-то тут освоил, потом уже кажется, что дальше-то сложно, дальше вот прям непоханое поле, и вот тут им нужно показать, что это поле можно вспахать разными способами, что они справятся, что у них есть возможность пойти разными путями и разные способы в этой игре победить. Чтобы человек понял, что он справится. Как мы это сделали в нашем курсе? Во-первых, мы показали, что мы ценим всех игроков, тех, кто заходит на уровне гостей. Вот посмотрите внимательно, тут написано, что это те люди, которые просто просматривают материалы и читают дополнительные материалы. Они даже не делают никаких заданий вообще. Очень большое количество людей в онлайн-курсы заходят, особенно в массовые, открытые, они даже не делают никакие задания. Зачастую это бывает, и преподаватели просто хотят повысить свой уровень каких-то компетенций. Очень большой процент людей, которые заходят на разные онлайн-курсы, это люди, которые тоже делают онлайн-курсы. И мы говорим людям, располагайтесь, будьте как гости, не переживайте, что вы не получите сертификат, это нормально, мы не считаем вас какими-то, что с вами что-то не так. Ну и дальше были другие уровни, когда человек чуть-чуть пробует выполнять задания, и когда он стремится на просто сертификат, заработает достаточное количество баллов, и тут у него есть разные способы, сейчас о них тоже расскажу, и когда человек хочет стать прям супер-супер-экспертом и сделать максимум всего в системе и получить сертификат с отличием. Что мы сделали? Мы также сделали возможность для человека получить сертификат, сделав всего одно из главных заданий в курсе, из таких практических и важных и рецензируемых. Выбрать один, например, путь героя, который он хочет, или два, или три, или хоть все четыре, или пять, у нас еще было раньше пять, в разных вариантах курса у нас разное количество вариантов, на каждый из путей. То есть человек может сделать кейс по образованию, может сделать два кейса по образованию, потому что мы поняли, что много людей из образования к нам приходят в социальные проекты, мы тоже очень любим. Вот, то есть человек самостоятельно формирует свою программу, что именно он собирается делать в нашей системе. Также мы решили, что надо избавляться от системы оценок, которая у всех в школе, ну, у многих, у меня нет, у меня все было хорошо с ней, но у многих вызывает такие смешанные чувства, вот, поэтому мы от оценок избавились и заменили их на кристаллы, да, человеку не говорят, что вот ты двоечник-отличник, а говорят, что ты добыл вот такое количество ресурсов благодаря своим действиям, да, и кристаллы тоже были разделены на разные типы, в зависимости от того, какие типы заданий человек решал, да, то есть если человек решил сконцентрироваться на том, чтобы просто проверять свои знания, да, он решал задания с физической проверкой и проверял какие-то свои знания, получал кристаллы знаний. Если он хотел реальной практикой заняться, он получал кристаллы опыта за те задания, которые относились к практической части. И были кристаллы инициативы, это за особые какие-то интересные игровые задания, да, когда человек какие-то дополнительные инициативные действия проделал, которые, в принципе, вроде как будто бы не относятся напрямую к знаниям и опыту, но на самом деле относятся к тому, к другому. И, соответственно, были различные типы заданий, соответствующие этим кристалл. И еще такой момент, что люди, которые любят проявлять автономию, которые любят исследовать игровой мир, им нравится квесты. И квесты позволяют достичь реально интересных задач. Мы использовали их со своими собственными целями и вот добились таких интересных результатов. Мы поставили квест непосредственно перед финальным заданием, которое было проверочным, тестовым за весь курс. И целью квеста, одной из основных целей, случилось то, чтобы люди пересмотрели весь курс. Заново. Еще раз. Да, по-доброй воле. Не то, что мы сказали «Идите, пересмотрите весь курс». Мы говорим о курсе, чтобы открыть вот эту тайну комнату, вам нужно собрать какой-то шифр, и в процессе курса люди его собирали, если им чего-то не хватало, они пересматривали все заново. Одного из квестов у нас было феноменальное количество попыток решений, в том числе один человек, например, попробовал решить квест 301 раз, то есть надо такое большое курс иметь. И были еще дополнительные эффекты, которых мы не ожидали, в том числе то, что некоторые ученики записывались на второй поток просто для того, чтобы пройти квест, потому что в прошлый раз они его не прошли, они в этот раз решили, что вот в этот раз непременно обязательно, то есть они пересматривали курс еще раз, и, конечно же, как говорится в повторении мать учений, никто этого не отменял, они усвоили знания еще лучше. Ну и мы со второго потока решили, что за квест мы вообще не будем давать никаких писалов, то есть что мы не будем никак поощрять внешнюю мотивацию в этот момент, люди проходили исключительно на внутренней мотивации, просто для того, чтобы узнать, что же там, и уровень интересов полностью сохранился на том же уровне, что и когда мы кристаллы давали, то есть полностью сохранился с мотивацией. Что же происходит дальше в курсе, в какой-то момент человек уже проходит почти до конца, допустим, проходит где-то две трети, и в этот момент у него уже ощущение, может быть, я уже все знаю, что мне там еще дальше доделать, и в этот момент часто приходится какие-то задания выполнять, которые кажутся рутинными, окажется, что вот я уже вроде-то делал, но вот сейчас надо на новом уровне, а сейчас надо опять сделать примерно то же самое, опыт нарабатывается, когда какие-то навыки мы оттачиваем, это все немножко превращается в рутину, так как у нас курс, практически мы добавляем какие-то уровни сложности, но в принципе человек делает то же самое, он разрабатывает графицированную систему, и вот тут надо подловить этот момент и показать человеку, что его мастерство все-таки растет, то есть каким-то способом показывает, что его мастерство растет, что он не стоит на одном уровне, не топчется, и ввести высший смысл. То есть объяснить ему, что, ну, конечно, на самом деле высший смысл надо с самого начала выводить, но вот тут особенно его подчеркнуть, объяснить, что он это делает не просто ради себя, а ради, может быть, какой-то более высокой цели, и он может более высоких целей достичь. И на последнем этапе, в конце уже, когда курс заканчивается, тут важен тоже элемент такой единения, когда человек может почувствовать себя частью этого сообщества. Про единение тоже сейчас остановимся чуть подробнее, что мы делали у нас в курсе. Мы сделали командную игру, на самом деле мы чуть пораньше, конечно, вводили, то есть где-то серединке курса мы уже вводим командную игру, чтобы люди могли почувствовать себя частью команды. Это один из запусков, сколько у нас было команд, и тут мы как раз уже вводили рейтинг, то есть по курсу индивидуального рейтинга у нас нет, а между командами у нас рейтинг есть. Тут уже как бы мы и соревнования, и сотрудничество все совмещаем вместе. И что еще важно по части командного духа, наверное, не буду отлистывать на предыдущий слайд, но если вы вспомните тот график, который я показывала вначале, когда сначала мотивация и активность человека растет, а потом такая маленькая пультивная линия, она может быть падает, и в конце, если мы высший смысл все-таки ввели, какие-то внутренние смыслы, у человека есть два пути. Либо он уходит из курса, и он как бы доволен, потом рассказывает, всем здорово, хорошо, а есть еще второй путь, когда человек возвращается в курс просто на новом уровне, возвращается на уровне, скажем так, ментора. Мы так называем этих людей, которые лучшие ученики из предыдущих запусков и решили пройти наш курс еще раз и при этом помочь другим ученикам. И вот такое институт менторства мы создали уже со второго потока сразу же, потому что ученики были нам благодарны за то, что мы с ними общались, и они хотели передать это добро дальше и помочь другим новым ученикам. И вот такие небольшие фановые моменты возникали, когда, то есть это мы никак не провоцировали, это менторы сами так развлекались, когда их кто-нибудь призывал, так сказать, можно было какую-то картинку запостить веселую и, в общем, почувствовать, что они как-то помогают другим. Что помогло нам сделать менторство уже на втором же запуске курса? Мы чисто ради эксперимента провели такой момент, что мы не написали ни одной рецензии на командную работу, но с тех пор мы, в принципе, этого и не делаем, менторы помогают нам с этим. И мы не ответили в первый день курса, когда больше всего людей заходит, прям тысячи-тысячи людей, мы не ответили ни на одно сообщение. Все это делали менторы, потому что люди заходят в первый день курса, им нужно очень много внимания. И как раз-таки наши бывшие ученики из предыдущих запусков помогают нам в следующих запусках. И все при этом чувствуют себя прекрасно. Также были интересные эффекты, так как онлайн-курс, это же все-таки означает, что люди могут из любой точки мира, в принципе, заходить. И так у нас и было. И, например, многие рецензировали работы и ночью, потому что у них, допустим, был другой часовой поезд. И настолько была активность и вовлеченность, что даже в новогоднюю ночь приходили рецензии на работу. И это тоже было очень здорово. Конечно же, у нас были элементы фана, которые специфичны для нашего курса. В том числе у нас была своя история, но и до сих пор у нас та самая история, с доктором Кубискусом и с Игриком. Это персонажи наши игровые, про них тоже можно отдельно много говорить. и как бы своя история в этом нашем музее и графикации. И что еще мы сделали с тех пор, как мы запускали наши первые два курса? С тех пор у нас осталась большая вводная часть, которая является массовым открытым онлайн-курсом, по-прежнему бесплатно, две недели, там очень много материала, и это непосредственно такой целостный курс, о чем все и пишут. То есть для того, чтобы ознакомиться с предметами графикации, понять, какие вещи делать можно, какие делать нельзя, достаточно бывает именно введения. Но что мы еще сделали? Мы сделали то, что каждый курс входит друг в друга как матрешки. То есть можно изучить введение, и это будет уже частью основы. Таким образом, есть такая целостность, соблюдается по части мастерства. И еще один такой момент. Это что мы сделали, когда мы поняли, что люди, ну, наверное, все понимают, что дедлайны людям одновременно нравятся и не нравятся. То есть дедлайны, они многим помогают сфокусироваться, но при этом люди прямо в ночь перед дедлайном начинают что-то быстро строчить, и как бы любой график задачи заданий выглядит вот так. В ночь перед дедлайном больше всего вам задают заданий, и качество их может от этого страдать. Мы решили немножко смягчить этот момент. Дедлайны мы все-таки оставили в основном, особенно так как у нас есть некоторые задачи, которые без дедлайнов совсем никак не сделать в связи с ручной проверкой командных заданий, например. Но мы решили в остальном курсе, в основном задания сделать так, что дедлайны у нас бонусные, мягкие. Что значит бонусные дедлайны в нашем случае? Это означает, что не то, чтобы как обычно после дедлайна нельзя, например, получить никакие баллы за эту часть курса, или можно получить только половину баллов. Это вот такие более жесткие дедлайны у нас, очень-очень мягкие бонусные. Это когда человек до определенного срока, если он успел пройти задание, решить, то он получает, опять же, кусочки шифра, которые позволяют ему получить доступ к кладу. И в этом кладе, опять же, очень сбалансированные у нас призы. Если вначале мы даем еще какие-то моменты, заточенные на внешнюю мотивацию, то есть в обведении, когда люди еще, может быть, за счет внешней мотивации поддерживают себя, то чем дальше по курсу, тем более нацелены на внутреннюю мотивацию становятся эти самые клады, которые человек может получить, эти самые бонусы. Там даются различные способы повысить эффективность какой-то части своей деятельности. Например, в командной игре, может быть, отобленный дедлайн, может быть, еще какие-то дополнительные сведения получить. То есть какие-то такие моменты, которые заточены уже на внутренней мотивации. И если из сегодняшнего, из всей презентации вы запомните только одну мысль, просто вы запомните, что если вы хотите сделать хороший курс, повысить его эффективность, концентрируйтесь на внутренней мотивации. Потому что очень часто встречаются сейчас онлайн-курсы, в которых постоянно утвердится, вот, если вы там окажетесь в пертерке лидеров, вы получите там то-то-то набор, не знаю, косметики или еще чего-то. И вот как бы на это все и заточено. Надо помнить про внутреннюю мотивацию, про то, что она разных типов бывает. И у разных людей на разных этапах игры разные типы мотивации должны быть задействованы. То есть не забывайте про то, что они должны быть разными. А не то, что вы только все на мастерство или все на автономию, или все на единение. Всего должно быть в достаточном балансе. Ну и, конечно же, на самом деле, кроме инструментов игровых, существуют еще другие этапы, которые нужно, прежде чем выбирать инструменты игровые, нужно пройти. И самое первое, это, конечно же, постановка цели. То есть когда вы хотите сделать лучший курс или какой-то суперэффективный курс, ставьте те цели, которые вас заряжают. То есть они должны вас внутренне мотивировать тоже. Например, вот мы ставили такие цели, допустим, научиться чему-то новому. Не только научить других, но и самим научиться в процессе. У нас очень много вопросов открытых, когда мы собираем такую статистическую, можно сказать, информацию, за счет того, что людей очень много и какие-то интересные факторы проявляются. Вести учеников в свой контур, в какое-то свое сообщество. Создание контента. У нас был тоже такой момент интересный, то, что огромное количество интереснейшего контента, полезного создавали, наши ученики продолжают создавать. То есть вот, например, на кросс-рецензирование во втором запуске написали больше, чем про манимайна и мир. И это все были в большинстве своем очень-очень хорошие, достойные решения. И люди, которые проходят наш курс, они потом эти решения применяют в своей жизни, в своих курсах, в своих бизнесах и так далее. В том числе, в командной работе у нас применяются как раз таких социальных проектов. Мы приглашаем в социальные проекты, и реальные социальные проекты дают свои реальные задания, и люди их реально решают. Потом это все, то, что интересно оказывается, применяется в реальных социальных проектах. И там, допустим, формирование сообщества, опять же, может быть важной целью, потому что вы дальше можете продолжать взаимодействовать со своими учениками. Дополнительным интересным эффектом в нашем случае явилось то, что мы, например, книгу свою написали благодаря краудфандингу. У нас была очень успешная краудфандинговая компания, именно во многом благодаря тому, что у нас такое сообщество хорошее, теплое, и все рассказывали друг другу, и своим друзьям, и коллегам про то, что вот ребята делают такой классный курс, и сейчас хотят написать книгу. Мы написали эту книгу, она вот стала тоже очень популярной. И вот сейчас мы снова запустили еще одну краудфандинговую компанию, как раз про 100 игровых механик, мы пишем новую книгу, и она уже тоже в первые пару дней собрала 100%, и сейчас продолжает набирать темпы, и, в общем, как раз-таки благодаря во многом тоже нашим ученикам, нашему курсу. Вот, и если вы захотите познакомиться поближе с нашим курсом и графикацией, заходите к нам на сайт, там же есть ссылка на этот краудфандинговый проект, он вот сейчас еще пару дней идет. По секрету скажу, что, может быть, мы его еще продлим, но рекомендовала бы все-таки продлинуть пораньше. Вот, и там есть возможность как раз-таки на краудфандинге на нашем проекте, если вы захотите более глубокий уровень нашего курса погрузиться, приобрести его на самых выгодных условиях, так же все наши книги, другие наши материалы, это много чего еще. Вот, и сейчас я бы хотела передать слово вам, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете мне их задать. Я буду рада, не хотели. Так, пока вопросов не пишем, вы как-нибудь просимонализируйте, если они у вас есть. Если вдруг нет, да, есть еще вопросы. Скажите, после прохождения курса можно ли графицировать свою жизнь? Можно графицировать свою жизнь прямо в процессе курса. У нас уже на первых занятиях, в том числе вот именно во введении как раз, в бесплатном курсе, идут задания по графикации своей собственной жизни. Именно это как бы мы называем личной эффективностью, да, то есть вы можете графицировать любую сферу своей личной финансы, или, может быть, вы хотите изучить что-то, или, может быть, вы хотите как-то с детьми взаимодействовать иначе, вы можете уже начинать аккуратненько применять какие-то, пробовать варианты из тех, что мы предлагаем. Можно ли связаться с вами? Да, можно с нами связаться. Вот я как раз на слайде сейчас остановилась, на котором есть наша почта. Также нас легко найти в соцсетях, и меня, и у нас Пуруга, как ВКонтакте, так и в Фейсбуке. Можно вводить графикацию на любой курс. Смотрите, тут такой момент. У нас есть статистический контекст и графикатора, то есть мы поддерживаемся определенных технических принципов, и один из тех принципов бывает гласит. Не графицируй то, что не нужно графицировать. То есть можно-то можно, но надо сначала проверить, нужно ли. Если у вас все и так хорошо, или, может быть, вы можете решить свои задачи каким-то другим способом, более эффективно, решайся их другими способами. То есть каждый раз надо смотреть, какие у вас цели, что именно вы хотите поправить с помощью графикации, может быть, и тогда уже смотреть, нужна ли вам графикация, или вы можете с каким-то другим способом с этим справиться. Спасибо. Вас тоже с новым годом, с наступающим, всех с праздниками. Когда графикация может не сработать? В различных вариантах может графикация не сработать. На самом деле есть удручающая в какой-то степени статистика, что очень больше 50% ингредиционных проектов проваливается. Почему? Во многое потому, что люди думают, что графикация это просто. Ну, я с одной стороны говорю, что графикация это просто, но надо с умом подходить. Просто если читать какую-нибудь статью, где написано, что надо ввести баллы, бейзики, рейтинги, и все у вас станет шикарно, замечательно, и потом слепо копировать какие-то чужие кейсы, которые вам понравились, и видеть именно только поверхностную картинку циферблата, то как раз-таки вот такие кейсы приводят к провалу игры ценно-систем, когда все лишь на внешней мотивации, например, или недостаточно исследованы игроки. То есть мы первый этап с вами поговорили, первое – цель надо определиться правильно, и второй – это вам нужно исследовать своих игроков и понять, что им пойдет, а что не пойдет. То, что зайдет ученикам начальной школы, не зайдет ученикам средней школы. То, что зайдет ученикам средней школы, может, не зайдет ученикам в вузах и так далее. То есть вам нужно понимать, кто ваши игроки, и там очень много подробностей, которые вам следует изучить, и лучше всего провести интервью глубинные, о которых мы тоже рассказываем, как проводить именно под игроцированную систему, чтобы не попасть на то, что ученикам, например, не подходит именно та тематика, которую вы выбрали, та оболочка, которую вы решили обернуть вашу игру. Так, что еще у нас? С наступающими праздниками! Да, спасибо, тоже очень приятно. Офлайн-курсы, мероприятия, мастер-классы, конечно, поддаются игрофикации. Мы вводили игрофикацию и на наших оффлайн-мероприятиях, когда была возможность их свободно проводить. Мы очень любим оффлайн-мероприятия, тоже, например, встречи с нашими учениками тоже проводим. Спасибо всем за пожелание Нового года, и вам тоже желаю всего самого прекрасного, и чтобы мотивация у вас внутренняя всегда была, вы про нее всегда помнили, и могли заразить всех ваших учеников. Всем большое спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok